По сообщению Reuters, Саудовская Аравия снижает цены практически на все сорта своей нефти для клиентов на всех рынках и уже опубликовала соответствующий ноябрьский прайс-лист государственной добывающей компании королевства Сауди-Арамка. В результате аукциона невиданной щедрости на ключевом для саудитов азиатском рынке, куда уходит 60% нефтяного экспорта Эр-Рияда, самый массовый сорт Араб Лайт подешевеет в следующем месяце на 40 центов за баррель и будет продаваться с премией в 1,7 доллара к региональному бенчмарку Аман-Дубай. Легкие сорта Араб Супер Лайт и Араб Экстра Лайт станут дешевле на 10,20 центов за баррель соответственно, а тяжелые Медиум и Хэви на 40,50 центов. В США цены на саудовскую нефть снижаются на 10 центов по всей линейке марок за исключением Араб Экстра Лайт. Ее стоимость останется неизменной. В Европе, где Сауди-Арамка конкурирует с российскими поставщиками, скидки объявлены на все сорта и во всех регионах. На северо-западе ЕС Араб Экстра Лайт подешевеет на 1 доллар и будет продаваться со скидкой в 1,8 доллара к цене Brent. Стоимость Араб Лайт, близкой по характеристикам к российской Юрлс, снизится на 70 центов, а скидка с ноября составит 2,4 доллара к Brent. Араб Медиум и Араб Хэви станут дешевле на 50 центов за баррель. В Средиземноморье официальный Араб Экстра Лайт снижается на 30 центов, Араб Лайт на 50 центов, а тяжелых сортов на 60 центов. Причиной внезапного решения Саудовской Аравии ударить по нефтяному рынку серьезными скидками стал недавний визит в страну советника президента США Джо Байдена Джо Салливана. Советник по национальной безопасности в рамках своего турне посетил страну и обсудил вопросы нефтяного рынка в Аррияде. Вашингтон на данный момент рассматривает все возможности снижения стоимости нефти для стабилизации рынка и скидки саудитов отлично вписываются в эту стратегию. Следует отметить, что скидки запланированы на следующий месяц, но уже сейчас должны стать сигналом для снижения стоимости по всему миру. Конкуренты Саудовской Аравии просто обязаны будут последовать за ней, а значит снизить цену и даже больше добывать, если не желают остаться без своей доли. Цены на нефть на глобальном рынке уже начали опускаться, но пока медленно. Динамика должна ускориться к середине и концу октября. Нефтяной рынок продолжает оставаться нестабильным после пандемии и до сих пор не вышел на свои доковидные показатели. Спрос превышает предложение, а страны ОПЕК не торопятся увеличивать добычу, как обещали. Решение Саудовской Аравии должно подстегнуть рынок к росту добычи, а значит и снижению цены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова